Скажется моё участие в Гринкарте на получение турвизы? Значит, Светлана Кавка, адвокат иммиграционный, когда отвечала на этот вопрос, она говорила, что по правилам как бы не должно. То есть это не... Это официально написано так. Это не сказывается. Но когда конкретный работник там сидит в посольстве, они знают, что вы участвовали. То есть... Но если вас спрашивают, вы участвовали? А вы вдруг говорите, нет. Тогда это... Ну, фактически это отказ. То есть за то, что вы солгали, вам уже хода не дадут. Если вы сказали правду, ну, как бы на основании только этого отказать вам не должны. Только этого. Но там может быть много ещё всякого другого. И участие в Гринкарте на лотерее может как бы к этому добавить. Но как бы по закону, а всё-таки это государственное учреждение, по закону, на участие в лотерее не является основанием для отказа в визе. Так, такая история. Вот. Но на практике люди говорят, что как бы... Вот. Есть какое-то влияние. Вот. Это... Многие спрашивают про влияние участия в лотерее на другие визы. Ну, вот. Как бы, да. Одни люди говорят, что влияет и сказывается негативно. Вот. Адвокат говорит, я вам как адвокат говорю, что не должно. Вот. А дальше там начинаются все остальные комбинации. Хотелось бы понять, какой логикой руководствуется консул. Даже не пытайтесь. Даже не пытайтесь. Общие понятия вам известны? Общие. То есть, вы должны показать связь с Родиной. То есть, вы должны показать, что вы едете, чтобы вернуться, а не едете, чтобы остаться. Причём, презумпции невиновности здесь нет. Есть презумпция виновности. Консул обязан вас подозревать, что вы мухлюете. А вы должны доказать, что нет. Вот. Знаете, как меняется игра? Вот. Я не увидел вопрос. Сейчас он где-то появится у меня слева на экране компьютера. Я там посмотрю, что-то там про ипотеку. Я играла в Диви. Больше шансов на... Есть у меня ипотека, и я играла в Диви. Я не знаю про ипотеку. Я не консул. Вот. Если у вас есть работа хорошая, если вы зарабатываете, если у вас деньги на счету, если вы ездили по разным странам, вот, и так далее, то есть, у вас были шансы остаться, но вы не остались. Это же не то же самое, понимаете, ну, что вы никогда, никак и ничего. Моё мнение такое, что в данный конкретный момент, когда вы присутствуете на интервью, вы должны быть убедительны. Может быть, вы когда-то... Может быть, вы когда-то... получали отказ, и у вас были какие-то неприятности, или что-то. Но сегодня, например, ситуация изменилась. Вот у вас тогда не было работы хорошей, а сейчас есть. Вот у вас есть работа, у вас есть дети. И вы едете, там, допустим, жена с ребёнком дома, в какой-то якорь, значит, у вас есть, он вас тащит. И так далее. То есть, статистически, как бы, вы начинаете принадлежать к другой группе, меньше группе риска. Кроме того, вот спрашивали, какая логика у консула. Ребята, они же разные консулы. Понимаете, они же, эти консулы, там, три разных человека, у них три разных идеи в голове, когда они с вами разговаривают. Это же не то, что они все принимают одинаковые решения в одной и той же ситуации. Такого нет. Я помню, к нам паренёк приехал из Харькова. Он у нас работал по визе Джей Ван. Сейчас уже и сайлом получил. Реально работал полтора года. Так он пришёл, и там было четыре окошечка в Киеве. В одном окошечке более-менее давали, а во всех остальных, то есть в трёх, отказывали просто всем. Понимаете, и так получилось, что он должен был идти в окошечко, где отказывают. А он к нам ехал по визе Джей. У меня оффер был, всё, всё, ну, отказывают. И у меня был парень из Киева, которому отказали. Я хотел его взять админом. Ему отказали по визе Джей просто, хотя абсолютно всё было в порядке. Всё идеально было. Вот, и этот парень, там кто-то замешивал, и он вскочил вот в это счастливое окошко, и ему там дали эту визу. А не вскочил бы и получил бы отказ. Поэтому разговор о том, чем руководствуются консулы, мама родная. Вот так и руководствуются. Что там в голове у человека сегодня есть? Вот я не знаю, может, он съел что-то не то. А может, там с женой поругался. И вот, пожалуйста, там, 10 лишних отказов. Или наоборот, там что-то хорошее произошло. Понимаете? Люди живые, на них влияет. Это так же, как на нас, на всех. Что, что скажешь? Спасибо.